В Нижнеудинском микрорайоне Восточный, так же как и на одноименном Амурском космодроме, стройка идет без остановок. Здесь возводят новые дома для пострадавших от наводнения в 2019-м, переселенцев из аварийного жилья, а также для молодых специалистов-медиков. Всего 27 зданий, 5 многоквартирных и 22 индивидуальных. К слову, последние почти закончили, и новые жильцы уже готовятся к переезду. Все будем обустраивать, все будем переезжать, будем жить. Я надеюсь, долго и счастливо. Отапливать новые дома будет современная котельная мощностью 5,5 гигакалорий. При возможной нехватке комплексу можно присоединить новые модули. Строительство такого комплекса обошлось региональной казне в 95 миллионов рублей. Добираться до строящихся домов горячая вода будет по новым теплотрассам. А вот проехать микрорайон пока проблематично. Улич на дорожную сеть только начинают создавать. Однако вопрос о запуске общественного транспорта решают уже сейчас. И планы на Восточный грандиозные. Вообще территорию Восточного мы рассматриваем как перспективную территорию. Мы провели кадастрирование и межевание более 400 земельных участков. Мы все-таки планируем строить уже сейчас проектные решения все получаем. Планируем строить детский сад, школу, как вариант, может быть, и инфекционную больницу. И если это только планы, то совсем рядом похожие проекты уже заканчивают. Это социально-реабилитационный центр в поселке Мельница, школа и бассейн в Нижнеудинске. Начать работу объекты должны 1 сентября 2022-го. А вот стадион «Локомотив» уже принимает всех желающих покататься на коньках. Здесь в прошлом году закончили первый этап реконструкции. Построили новый хоккейный корт. Его лед лично опробовал губернатор. Ну, нормально. Хороший котов. На финальном этапе социальное строительство в микрорайоне «Березовая роща» в Тулуне. Этот детский сад на 220 мест полностью завершен и готов открыть свои двери 1 апреля после доработок со стороны подрядчика. Школа же должна дать свой первый звонок на урок, как и положено, 1 сентября. К 1 сентября 2022-го года полностью жилой поселок должен быть сдан. Мало того, должны быть найдены, задача поставлена, порядка 13 земельных участков для того, чтобы продолжить строительство, но уже по программе для детей-сирот. Иван Губин. Новости сейчас.